Существует в Америке, в стране такого, ну, в общем-то, высокого социального уровня, да, экономика, у них такая преуспевающая страна, которая не переживала никаких отечественных войн и еще чего-то, есть долларовый миллиардер, Дональд Трамп. Дональду Трампу принадлежит 90% недвижимости всей Америки. Ну вот, чтобы вы понимали, для тех, кто не в курсе, что это за человек. Меньше чем полгода назад Дональд Трамп открыл сетевую компанию. Сетевую компанию с БАДами. Это к тому, чтобы вы понимали, о чем сегодня думают люди, у которых и так все хорошо. Его основным мотивом, ну, там, в мотивациях звучало, что он хочет дать возможность большему количеству людей, что сегодня в Америке, несмотря на общее преуспевание, огромное количество безработных. И большинство из этих безработных, это иммигранты из разных стран и нашего постсоветского пространства. И когда они открыли эту компанию, они создали, ну, два стартовых пакета. Знаете, как стартовый кит у нас выглядит? Так вот, для русскоговорящего контингента-дистрибьютора был создан отдельный пакет. И диском в этом пакете является диск секрета миллиардеров Алексея Луконина. Это истинная правда, потому что я слышала в комментариях человека, который подписался сюда, в компании в Америке. Когда она сказала, что она знает этого человека, и его окружил весь офис, и стали... Кто это? Кто этот человек? Как ты можешь его знать? То есть на сегодняшний момент человек, чьим диском пользуется и признает даже долларовый миллиардер Дональд Трамп. Это дорогого стоит. И у нас с вами сегодня есть возможность стать причастным к его целям и задачам в этом бизнесе, к его видению этого бизнеса, к его пониманию нашей индустрии. Сегодня неизбежно все, кто находится в этом зале, погрузиться в тот рассол, который он сюда запустит в виде своей энергетики. Это человек, который всегда нас зажигает, мы всегда хотим быть на него похожими. Встречайте, золотой мастер компании, Международный коралловый клуб, член альянса компании, Алексей Луконин! Встречайте, золотой мастер компании, Международный коралловый клуб, Алиянс компании, Международный коралловый клуб, В свое время я как раз вот стоял, слушал, честно говоря, концовку того, что рассказывала Наталья. Ну, во-первых, всем добрый день женщин с прошедшим праздником. Вот дай его, чтобы он не кончался. Постараемся вам такое устроить, в том числе и с выдачным своим выступлением. Потому что учеба – это что такое? Возможность ничего не делать, правильно? Вроде бы занимается благородным занятием. Вроде как мы учимся. Так вот, я вспоминал, когда-то я сидел в зале, я был один, слушал информацию. У нас это называлось «стартовая школа». Я взял чуть больше на 200 с лишним долларов продукции. Вот. И слушал первый раз информацию об этом бизнесе. Вроде бы просто было все понятно, вроде бы он простой. В другой стороне было абсолютно ничего не понятно. Что же делать? Как я сказал, я думаю, уже, точнее, не уже, ага, еще совершенно один. Прошло определенное время, не так уж много лет прошло, собственно говоря. Ага. Тут недавно один из моих замечательных друзей, Лидер Мила, попросил меня подсчитать, сколько я заработал денег. Это неприличная сумма. Он говорит, ну хорошо, что ты заработал. Хотя, ну, в коралловом был. Сколько всего ты заработал? Вот. Я сел, посчитал, чтобы больше двух миллионов долларов. Честно говоря, так немножко сам придолкнет. Вот. Потому что давно, как сказала Наташа, давно уже не считаются деньги, нам немножко уже другое все. Но когда-то я сидел и, скажу так, пытался разобраться. Правильно я поступил, что вообще пришел на эту встречу, правильно я поступил. Ну, не так жалко было денег. Я сказал, про, ну, понятно, я у него есть, потому что ты это делала моя мама, она получит результат. Буду ли этим заниматься, будет ли это моё. Вот. На эту тему как раз я с вами хотел поговорить. Вот. Вам, наверное, очень повезло в этом плане. Почему? Ну, видите, это повезло. Для меня это такая интересная вещь. Уже опыт большой. Я понимаю, что процентов 95 из вас, в принципе, серьезно как бизнес этим заниматься не будет. Это нормальная статистика. Причем даже достаточно хорошая. И... Я не знаю, честно говоря, что меня успокаивает, я не знаю, кто из вас окажется в 5%. Вот. Меня не волнует. Почему? Ну, потому что у каждого человека свой путь в жизни. И... Слава Богу, здесь никто никому ничего не должен. Вот. Это независимые предприниматели, бизнес-независимые предприниматели. И, соответственно, меня больше интересуют те самые пять процентов, которые будут заниматься этим бизнесом серьезно. И особенно будет меня интересовать один процент людей, которые в этом бизнесе будут зарабатывать очень неприличные деньги. Точно приличные деньги это там за 20 тысяч долларов в месяц. Я говорю в долларах, не в рублях, потому что у меня организация в разных странах, и я рассуждаю в долларах. Знаю, мимо. Мне мне они говорили, вы можете реально придать через такие работы. Неvoiceless… И я бы не про-амюсерский товарищ, просто единицы измерено. В попугаях, понятно, было бы длиннее, но на каждого. Вот. вот чем начнем начнем с того что почему собственно говоря надо заниматься бизнесом вообще ну если рассмотреть собственно говоря нашу жизнь профессии может быть сколько угодно видов деятельности тоже есть люди которые работают то есть люди частных государственных компаний которые получают зарплату чтобы работа понятная зарплата вот есть предпринимателем это люди которые работают на себя зарплаты у них нет них есть процент страховые агенты коммерческие агенты агенты недвижимости и еще очень много там участвуют предприниматели люди которых нет запады кроме них денег которые получатся то есть они могут сделать больше получать больше здесь вы можете делать больше больше вы получите качественно больше чуть больше времени к этому качестве на вашу жизнь были делать меньше все равно будете получать здесь у нас находится 95 процентов людей здесь у нас 4 процента людей и у нас есть люди развиваются бизнесом вот это один процент людей что это в чем разница бизнеса сейчас поговорим но сейчас я откуда эти проценты меня очень сильно занимал почему как вы понимаете 99 процентов людей люди которые живут так как они хотят на этой планете они занимаются бизнес но те которые живут так как они хотят заниматься бизнеса люди которые вот здесь находятся работы предпринимательства не в одной стране мира не живут арка то есть я очень хочу чтобы вы поняли у людей разные цели жизни мы не все можем верить деньгами но если у вас есть желание жить какой-то каким-то качеством жизнь то вот здесь вот это не получится вы всегда будете в определенных вынужденных действия вот здесь тоже можно задать себя в одеран если не понимать что такое бизнес то есть тоже можно быть рабом бизнеса вот денег там и так далее так далее но есть люди которые живут так как они хотят и они занимаются бизнесом такое разделение не меняется в зависимости от общественно-экономической формации что такое общественная информация со школы помните владельчество феодализм феодализм социализм не меняется он не меняется от страны от города не меняется потому что упирается в систему ценности человека это к образованию не имеет особого отношения более того вот есть люди более потому что их работа это требует давайте маленький пример мой любимый я обычно рассказываю про донтистов не крошки донтист я наоборот человек закончил институт стал донтистом пошел работать в клинику работе зарплата не очень высокая донтисты есть зале честно у меня была классная ненависть загибающая потому что я работал а не сволочи так вот он работает в клинике зарплата не высокая ему это не очень нравится и он решил организовать донтистовую собственную предпринимательскую деньги кабинет лечит людям зубы сам под отдачу он увольняется снимает помещение ставят кресло и лечит людям зубы вот здесь важно какой он донтист когда он стал предпринимателем очень важно какой он профессионал дачки были не понятно но работать он будет больше чем на работе обучать не намного больше ну виде дохода больше но в виде прибыли не намного больше чем весь фокус фокус во времени 24 часа то есть если он не будет не есть не спать не ходить в туалет и работают 24 часа в сутки он все равно может определенное количество людей через себя подпустить больше обиделом лично не сможет понять так что будет по 12 по 16 часов если он не поломается и не вернется обратно в поликлинику или какой-нибудь частный центр наиболее высокую зарплату он должен создать бизнес бизнес ну на примере донтистского это скажем так снять большее помещение поставить больше кресел называется без изменок это принцип рычага в чем он например 10 донтистов работающие по 8 часов это 80 часов они 24 если взять 100 донтистов это будет 800 часов и и нет ограничения рабочему времени то есть можно сделать одну поликлинику две поликлиники и можно сеть донтистов поликлиник поставить можно в городе можно в районе можно в области можно в стране можно по всему миру происходит одна интересная вещь которая большинство непонятно вот здесь донтист наш уже не будет заниматься донтистской практики ему будет не до этого ему нужно будет обеспечивать административную финансовую деятельность плюс поток клиентов то есть какой донтистово не играет более того он может быть вообще не донтистов но очень трудная вещь который большинстве в голове не складывается не складывается принцип рычага или складывается что бизнес это организация работы других людей потому что на языке вот этих людей надо чем-то заниматься нефтью там золотом продуктами питанием чем-то надо заниматься и это прибыльно если так думает что чем надо заниматься он проиграет сто процентов потому что бизнес это работа с людьми причем это не вопрос того насколько вы имеете профильное образование нет если имеете профильное образование хорошо но в принципе роли не играет вопрос весь в том с вами люди работают с более высокой производительностью чем с другими вашей сфере деньги или нет это не делается крутого пряника это не делается чтением книжек по управлению поэтому школы бизнеса на самом деле что бизнес или существует есть название школы бизнеса бизнесмены они не создают есть люди которые сделали бизнес на том чтобы научить других людей которые привыкли учиться почему потому что вот это люди которым очень важно иметь интеллект и образование и анализ это люди анализы мозгов и вы развиваете его большей частью вот уйти чтобы быть хорошим работником нужно быть хорошим аналитиком хорошие москве для того чтобы бизнесменом совершенно другие качества никакого отношения к интеллекту не имеющий сейчас объясню дело не в том что быть дураком дело в том что нельзя иметь систему в голове потому что любое создание чего-то созидание это нарушение предыдущей системы то есть мы делаем что-то в жизни потому что у нас есть вдохновение они потому что у нас есть ресурсы в виде денег знаний связи и всего с того прочего то есть вопрос этих людей или система ценностей как их вопросы как чем ну самый главный вопрос как это и система ценностей их абсолютно не интересует ради чего они поделают когда наша встреча закончится вы вернетесь домой и можете за за руку наблюдать в принципе большинство из вас вернется в свою речку вас течение вашего унесет и вы будете продолжать заниматься тем чем вы занимались работать работать предпринимательством то есть большинство из вас здесь это вот как разный 99% предпринимателей и служащие это никуда вас не переведет вы об этом прекрасно знаете но будете продолжать это делать почему потому что когда вам рассказывают об этом вы видите а как вот этих людей вопрос так в принципе не волнует и два вопроса волнует а ради чего и с кем это разная система ценности система ценности определяет людей инопланетяне это разница по мозгам больше чем между мужчиной женщин женщины проще договорить будет проще понять чем понять бизнесмену потому что у некоторых женщин мозги есть они тоже с анализом и так далее и так далее нет есть такие вдохновленные натуры если вы понаблюдаете у человека очень забавно происходит мозг включается вдохновение выключается у каждого из вас в жизни был алгоритм успеха вам чего-то очень сильно было надо как это получать хрен его знает именно хрен его знает не просто не знаю ну так было надо так было надо чтобы это получали как фиг его знает ну все что вы пробуете делать головой не получается ну здесь качественно жить получается воспитывать получается готовить получается там ну работает получается качественно жизнь поменять мозгами не получается почему а топлива самого главного не хватает главное топлива это душа и не запускаются мозги работают а сручника не сняли потому что головой на все понимаем что делать надо вдохновение как только припекает либо припекает либо вас что-то такое так это надо никакие как я это сделаю как знаю ли я информацию как это делать вас уже не могу но сейчас мы возвращаемся сюда и так почему за и как я сформулировал гражданский долг любого человека стать финансово независимым это самая простая вещь материальный вопрос это самый простой вопрос по жизни там гораздо сложнее находится уровень социальный личностный материальный самый простой то есть если вы здоровый человек потому что по здоровью кроме физического понимается еще душевное и психическое понятно что если вы здоровый человек с точки зрения определения всемирной организации здравоохранения они больной вы просто обязаны быть финансово свободным человеком дело в том что у вас денег дело в том что вы начинаете жить не из-за денег финансово свободы финансово независимости не вопрос а чуть там не знаю квартиру еще чего-то что показывает человеку тот вину социальный статус это вопрос в том что его сейчас 99 процентов всех ваших проблем решаются тупо с помощью денег и те которые у вас были те которые сейчас у вас какие-то проблемы есть и те которые у вас будут они все тупо решаются практически тупо деньгами то есть вопрос денег не интересовал ну чтобы не надо было на них работать допустим я не буду ничего делать я все равно деньги если бы я это не делал они бы все равно у меня поступали это не представляете это вообще фантастическое ощущение и счастье это вот наташа рассказывала про когда деньги начинают появляться и твои возможности разграничиваются а финансово независимость когда ты понимаешь это вообще не вопрос денег так вот поэтому если мы действительно когда вы говорили здесь бизнес ориентированные люди и так далее когда мы говорим о бизнесе это не вопрос чем заниматься это вопрос ради чеку те кто занимается бизнесом делать это не потому что у них есть деньги они делаю подошли денег нет это первая причина вторая причина им важно что-то создать и сделать прикик определенного кому или иному качеству жизни у каждого свое понимание как нужно жить но он стремится к своему пониманию жизнь единственное что это наше отличие от секты хотя если возьмете словарь русского языка и прочитать что такое секта в принципе собрание людей поинтересно если отличие от секты в том что в секте у всех людей одна цель вот а у нас слава богу у всех целей разные так вот если вы хотите не просто иметь еще одну занятость как и имеете право иметь еще одну занятость сетевой маркетинг если хотите что-то поменять жизни тогда это то что мы бизнес бизнес для качественного изменения для того чтобы прийти финансовая зависимость и качественные создать такой механизм при котором вы деньги продолжали поступать даже если вы не занимаетесь это деньги так вот соответственно если тут и тут я не буду жить так как я хочу заниматься бизнес первоначально я пошел традиционный потому что первых сетевого я не знал вот как бизнеса я видел что люди что-то дешевле покупают дороже продают все что и для меня это был заработок но это не было бизнес то есть как заработок понимаю но в жизни на этом сразу будешь зарабатывать еще немножко денег бизнес традиционным мне повезло я достаточно преуспел начинающего везет но вопрос стал дальше он стал в том чтобы бизнес развивать первое о чем я мечтал кстати сказать это чтобы мне не приходилось спинать своих сотрудников потому что никто из моих сотрудников не относился к этому делу также как и я ну так же к нему на столу несколько словами мы начинали сначала как у нас было только 4 потом победе роста набирали детей набрать набирали много людей вот и никто из них не работал на 100 процентов причем бесполезно было увеличивать им зарплату вот они реально финансово независимое деньгами и может в два раза увеличить заплату может процент вводить он все равно когда звонок звонит в школе он выключается и бизнесе о моем бизнесе он больше не думал и вся его мечта о том когда закончится рабочий день и можно будет не думать о работе а поскольку это был мой бизнес и меня это а я не думал все время даже когда я уходил с работы меня это жутко докалывал я ну я понял что кому-то пряник не работает вот я начал думать про мотивации про все остальное прочее но тоже не срабатывал в общем конечно в итоге у меня была мечта чтобы мои сотрудники были совладели как партнеры я не знал как это нужно сделать но такая мечта была вдохновение не посетила поэтому бог не послал соответственно такой бизнес вот это одна причина была вторая тех людей которых я видел что в них есть задатки предпринимательские бизнесменские я начинал обучать чему получать ставить цели добиваться цель вы удивитесь но вот у этих людей нет цели в жизни я понимаю что я сейчас обижу в 99 процентов послушающих в зале цели жизни нет цели есть цели жизни нет люди знают в лучшем случае что будет завтра послезавтра что их ждет через месяц через год не надо заказывать это нормально слава богу я понял любой стране можно получать большие зарплаты там специалистов и так далее так далее вот определенного потом вас равно проект на пенсию так вот контролировать окружение очень важная вещь так вот когда я человек обучал этому даже делился с ним прибыль он уходил и открывался в собственно бизнес почему он уже понял что вопрос не вопрос связи денег образование он уже получил навык главный предпринимательский навык ставить цель добиваться цель я управляю свою жизнь у нас людей которые приходят у нас все приходят отсюда и приходится менять мозги пойду мы сейчас называем если услышите метро строится это знаете люди откуда это пошло из-за методов но чтобы немножко сиделись от методов расстроиться вот наверняка вам его рассказывает почему съесть метро строится со всего мира выступают французы если вы знаете наши техники нашим технологиям у нас раскатение было всего лишь 15 метров с одной и другой стороны ура молодцы французы и англичане американцы благодаря нашей техники и нашей технологии если бог даст вообще просто русские опять победили можно вопрос на качку может так что а если бог не даст будет поэтому есть люди у которых не они распоряжаются своей жизни и это вот обычная ценностью таких людей не они управляют свою жизнь есть обстоятельства у бизнесмена нет таких обстоятельств может быть двоечником школе если бухгалтер заболел он за это начнет разбираться с бухгалтерией это может быть крупная женщина если бручки нажрались и не могут выгрузить товар в магазине она пойдет разбудит его сама у нее нет апронташек у нее есть цель и так вот эти люди уходили открывали свой собственный бизнес зачем получать от меня чайка могут получить все 100 обижаться на глупо но я понял по большому счету себе конкурентов и когда я столкнулся с сетевым маркетингу и увидел в нем то что все мои как бы сотрудники как бы сотрудники они все независимые предприниматели каждый из них работает на себя и одновременно участвует в общем моем товарообороте это первое второе я могу развивать свой бизнес не вкладывая опять деньги столько чтобы я вложил я бизнесменским цветом не могу увеличивать доход не увеличил оборотные средства бизнесмен обычно это в принципе невозможно о чем идет речь но например у меня магазин я решил открыть еще один магазин мне нужно же столько же денег правильно там я сокращу потому что здесь был некоторый набор опыта здесь уже понимали что но понадобится в принципе и гороскопе денег суд по бизнес плану еще нужно увеличить дохода потому что я же не могу магазин любой магазин может делать ограниченное количество товарооборота может не нужно увеличить товарооборота надо делать уже сеть как только начинаем делать сеть а что мы упираемся не в товар в управляющих даже не продавцом и нет а в управляющих людей опять и это не опыт работы заменить это не знание товар управляющий это чтобы люди под ним работали с больше производительностью это не обязательно что социальный статус человека в обществе зависит от того сколько под ним людей потому что нервители обитали совершенно другое то что ты будешь честно и хорошо работать будешь хорошим специалистом все хорошо все было хорошо но только не жил той жизни которой я хотелось если еще мог с чем-то смириться то мои близкие точно не могли к этому смириться вот который маленький который очень не маленьким очень пожилые так вот соответственно чтобы открыть еще и магазин нужно еще деньги еще не а здесь я могу не у меня может пойти расти товарооборот потому что как в любом бизнесе в любом бизнесе что здесь что здесь мы получаем процент товарооборот у меня может пойти расти товарооборот даже если туда ни разу не едем и вообще ничего не занимался когда я увидел это для меня сетевой стал более эффективен чем традиционный бизнес я уважаю очень бизнесменов традиционных вот но для меня то что они делают это по большому счету как я выразился если вы слышали как раз 10 миллиардов не я имел бизнес а бизнес имел меня традиционный бизнес легко поставить ну для бизнесмена легко поставить для меня открыть компанию допустим запустить там товарооборот это не вопрос вообще но развивать его очень тяжело потому что опять упираюсь в людей человеческий фактор сетевой станет тяжелее но если его поставил он уже практически саморазвивающийся это колоссальное преимущество я еще не понимал как делать сетевой но уже собственно говоря понимал что это вещь более выгодно экономически по крайней мере в теории я пробовал это реализовать сразу не получилось причина была в чем в том что я собственно о чем я вам рассказывал я почему я договорюсь как говорю потому что я сам ну и не права москоп много 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 я подумал что раз я успешный бизнесмен я могу прийти на пример там не знаю сапожник и научить его как делать то есть я посчитал что эта профессия где-то близко и тут нет ничего что отличало бы его от традиционного бизнеса у каждого человека есть роль в жизни должность на работе его деятельность сетевом бизнесе ее нет понятно о чем это причина не очень вот я кто вот просто вот ну вот для вас я не ваш начальник заменить то есть вы меня можете послать а я смогу поспорить так же я не ваш босс правильно но одновременно игорь не может с вами что и сделать но это разрывает полностью социальной статус раньше я был внизу и понимал как бы свою роль и она была четко совершенно можно было кому-то сказать чем я занимаюсь потом я стал предпринимателем бизнесменом руководителем и так далее тоже можно узнать чем я здесь занимаюсь да но чем не обучением точно абсолютно потому что знаете что я могу вас здесь хоть день хоть два ученика от этого товароборот увеличить не поверите но не увеличится я скажу даже больше вам это в это не верится но чем больше вы будете знать тем меньше у вас будет энергии вдохновения это закон жизни старшее поколение не дав соврать они уже все понимают молодой них вина ничего не понимает зато энергии да поэтому это все это связанные вещи которые звучат очень смешно да будут но это так и есть так вот возвращаемся к сетевому ну в принципе можно смотрите если вы будете вернётесь в свою речку она вас внесёт чем это закончится вы знаете на ваше право вы не ничего дружно вот просто свое время я услышал об этой возможности и решил ей воспользоваться но у меня было несколько дата подписание бумажки так когда я решил работать и дата принятия решения разница была даже не в один год но в этом чуть позже когда вы начинаете сетевой вы на самом деле предприниматель потому что все держится на вас это если вы хотите сразу традиционный прийти ну там есть защита от дурака средств необходимые капитал кредиты деньги других людей которые необходимо взять освоить если у вас нет способности брать деньги других людей то соответственно вы можете начать с предпринимательства и попасть в бизнес просто обычно предпринимать очень линейного традиционного очень трудно сейчас . в лихие 90 можно было легко это сделать сейчас как бы все труднее и труднее процесс предпринимательства оказаться в бизнесе но в любом случае если вы хотите жить если вы действительно хотите понять для чего нужен бизнес это не еще одна занятость это ради другого качества жизни ради финансового бизнеса если вы хотите жить так как вы хотите вам от заниматься бизнес может традиционно заниматься можете сетевым то посетевым для вас бизнес станет тогда когда под вами появятся лидеры люди имеющие самую мотивацию умеющие делать бизнес делаете его даже когда вы его делаете до этого момента это предпринимательское деятель все будет держаться на вас здесь обычная логика какая-то люди так это не те не хотят хотят но не делают делают но не то ну и так далее вот слава богу по своей первой профессии я военный вот у военных все очень просто там неважно какие у тебя подчиненные отвечать на ты будешь вот поэтому мне проще в этом плане это одна история вторая история никого не интересует в мире бизнеса и в мире достижения цели никого не интересует затратная часть вот опять же систем ценностей работа вот этих людей этих людей волнует затратная часть причем их волнует четкое понимание вот рабочий может я хочу это сделать из-за этого учитель предприниматель если я сделаю больше я получу больше бизнесмен человек который может брать миллиарды и кредиты на постройку например аэропорта не имея отношения к строительной профессии не имея экономического образования пять шесть семь лет уходить в минуса миллиардные минуса охранять свой бизнес от разборов думая о том что он будет иметь через 10-15 лет дальность видения и заметьте разговор с этим человеком вам аналитикам будет абсолютно беспредметным вы будете вот говорить логические вещи он как будто на другом языке разговорящий человек чтобы другая система ценности анализ нужен для выполнения исполнитель для создания жизни нужно обрушает вдохновение соответственно чтобы что-то создать нужно это дело запустилось так вот почему бизнес почему сетевой я вам объяснил надеюсь не сильно понятно было кому то не суть важно все равно когда закончится встреча вы вернетесь в своей речке кого-то течение несет а кто-то не захочет туда в эту речку пробить статистика вещь упрямая я уже много лет за ней наблюдаю вот мне больше всего нравится когда все равно это выплывает и есть люди которые реально меняют жизнь в принципе это и смысл моей деятельности в том что есть люди которые изменили качество жизни хотя до этого таких возможностей не видели и не очень сильно верили теперь почему коралловый клуб существует огромное количество сетевых компаний разные системы разнаграждения я сейчас не буду вас в этих денег погружать это не нужно абсолютно я вам просто скажу некоторые моменты первое это компания коралловый клуб международный коралловый клуб компания которая не продает деньги сама компания не продает деньги я как независимый предприниматель продаю деньги ну продажа в кавычках понимаете да то есть продать идею это вот примерно то же самое продать успех продать возможность я продаю деньги я продаю успех компания этого не должна делать и что это вообще такое это принципиальная если вы ее поймете вы поймете ну как бы по большому счету ну много чего поймете в этой жизни это вас он убережет от огромного количества разводок скажем так потому что сколько вам не объясняй первую заповедь бизнесмена любого грамотного показания в чем заключается не важно какой пригляд теперь обещали он смотрит не на прибыль первое на что он смотрит кто вот на чем строится любая разводка вам сбивают мост с суммами денег и вы не забываете кто это это одно или второе вас не интересует кто это это оно примерно как с любовью получается влюбляются в одних а счастливы живут с другими почему критерии другой правильно одно дело нравится а другое дело готов ли к своим чекам жить 30-40 лет поэтому совершенно разные критерии так вот что такое продажа денег в мире сетевой тораловый клуб это как черная дыра знаете что такое черная дыра да ну звезда которая не спускает свет там не буду у нас физику погружать этому вопросу но смысл в том что все сетевые компании стараются светить как можно ярче они рассказывают о том какой у них огромный товароборот как этот товароборот растет какие чеки огромные получают лидеры вот они устраивают шоу где лидеры получают огромные пластиковые щиты в виде чеков они там с цифрами сумасшедшие они гуляют с этими чеками по сцене ну вот понятно что там бесплатные поездки машины корабли самолеты яхты домики дома да вещи и чем круче все это показать тем как бы кошки такой домик деревья не возбудил покажу вам другой домик да вот и компаний в этом соревнуются кто расскажет о более бурном росте о больших чеках о большем росте чем вот это может быть правда это может быть неправда смысл в том что если 100 человек пришли потому что захотели заработать денег 90 из них пролетят как панировать париж неважно какая компания какой там волшебный продукт и какой очаровательная система вознаграждения потому что внутри компании не стоит печатающего станка допечатающего денег понятно это закон бизнеса чтобы 10 человек заработала денег нужно чтобы 90 человек эти деньги отдали вот если у меня кафе я владелец у меня 9 работников мне нужно 90 посетителей ну по этому принципу рассчитывается дневная выручка месячная выручка днем составляется бизнес-клан вот то есть какой гречный день должно прийти сколько они в среднем должны оставить понятно что он пришел один человек который хочет зарабатывать деньги либо мы все вместе меньше будем получать либо он ничего получать не будет либо ему нужно привезти еще 9 те которые клиенты которые не собираются зарабатывать понятно а он прибудет еще 10 которые хотят зарабатывать поэтому никаких смолочей нету обманщиков нету и мошенников нету есть люди которые хотят быть обманутыми если они свои деньги готовы запихнуть в чей-то карман просто запихивают реально в чей-то карман то разумеется карман будет отопылен ничего в этом такое то есть это не зависит от продукта от чего-то еще от качества еды в кафе от того сволочь этот владелец или не сволочь нет конечно вы можете сказать что не вы распоряжаетесь своей жизни и кто-то вас обманул бог не дал и поэтому у вас два туннеля как всегда вот но это понимание что когда компания не ломает людям мозг и потому что я знаю кому мне говорить о возможности кому не говорить о возможности мы чуть позже поговорим вот но мне эта вещь понятная я не могу взять 100 человек например вас и с вами сейчас поговорить так почему я там когда начали попытались попрыгать это не надо разный уровень людей вы не поверите соберутся не знаю там ну к примеру хотя бы люди которые зарабатывают тысячу долларов вы не поверите им даже не нужно они только музыку услышать будут прыгнуть не потому что они зомбированные они абсолютно у них просто физиология знаете какая физиология вот когда ты сидишь и записываешь энергия падает а когда ты прыгаешь кричишь энергия повышается все очень просто они для себя это делают не для меня не чтобы меня порадовать так я на первый раз попал на такой сады и там народ плясал а потом еще скачала женщина достаточно серьезными стали это целый архитектор интеллигенция из Петербурга и вдруг она встакивает на стул и какие-то белые движения так обувь выхватывает из под узких лифчик и так я думаю опа она попала вот мне говорят ну Лёш ну ты понимаешь она 40 тысяч в месяц зарабатывает долларов да поэтому говорит это самое крыши сорвало да был простой архитектор вот а мой остатникам говорит слушай а ты за 40 тысяч размахивал бы лифчиком я говорю ну у меня нету ну в принципе взял бы какой-нибудь топоран за 40 тысяч ну вот за 40 тысяч я даже бы дошел кто мне должил бы с поливчиком так вот очень важно чтобы вы находились в компании которая не станет рассказывать что все вы будете богаты очень важно чтобы была компания которая бы не срывала вам мозги потому что люди очень паркили на срывание мозгов вот и большинство этим заниматься бизнесом не будут как раз это совершенно нормально но мы в данном случае собрались вот и еще мы еще не попадали как бы под серьезную мотивацию такую мощную это не вопрос прыганий не вопрос даже что вам такого сказать вот я когда попадал под серьезную мотивацию ребят это на самом деле очень такое аж слышно было как у меня мозги скрипят и получались на другие ценности ну я же был воспитан совершенно нормальным образом как и все готовые за бесплатно регламент за бесплатно о нем рассказывают и дарался обычный скромный да разве 1000 долларов это деньги вот это деньги это мы все это людей у нас миссия вот и все окружающие стивики все дальше дальше убеждаются что вы абсолютно сдвинутые на голову люди которые за бесплатно свободное от работы время несете доброе вечное мудрое массы вот ну и пускай дальше так думают второе мы единственные кто имеем продукт концептуальный ну или физиологично как хотите по всей линейке что это значит это значит что во многих компаниях существуют хорошие продукты которые называют в простонародье бадами то есть венокислоты витаминные минералы ферменты жирные кислоты и так далее вот питание питание хорошая продукция но никто не занимается серьезно физико-химическим составом богатой даже не жидкости или мешки я просто напишу аж 2 и никто не занимается братьями наши и меньшими в лучшем случае почему хотят потравить зачем то у нас не весь симбиоз на самом деле и зачем собираются травить ну так вот если вот с этим все хорошо это будет работать питание если с этим проблемам вот это будет неважно какое оно хоть революционная хоть нобелевские лауреаты хоть академики все вместе собрались придумать классную вещь но вот если здесь проблемы она либо в клетку не попадет либо братья меньшие сидят им тоже нужен классный продукт нанотехнологичный нобелевские лауреаты вы созданы они тоже гуроки давно живут между прочим дольше нас и собираются жить тоже тогда как это нас не станет понятно о чем речь никто эти вопросы вообще не занимает нет водой воду пытаются делать пытаются корановым крайцем заниматься отдельно пытаются структурой заниматься но то как понимать надо воду и что ей нужно делать никто не заворачивается в другом сетевом мире они думают что взять продукт продукт может взять можно взять кораллы и кальций можно взять отдельно там чего-нибудь энергии какие-нибудь информационные но это не одно и не два и не три свойства это совокупность определенных физико-химических свойств воды которая должна быть у вас в организме определенным и это брали наши меньшие которые просто так править не надо и есть целые направления которыми не занимается никто я не могу это покружаться не буду просто хочу вам сказать что это не потому что мы умные они тупые нет задача другая стоит они продают деньги и продукт уже не сильно важно какой вот а у нас подход немножко другой и третий пункт в принципе для меня был очень важный это руководство потому что у вас может быть замечательный продукт у вас может быть замечательная компания маркетинг план руководству через голову ударить и она может поменять все что угодно и их компании а я с этой компанией сотрудничаю и для меня система ценностей руководства очень-очень важно сейчас говорю принцип бизнесмена не важно что тебе предлагают важно как мне мне самолет уже для того чтобы мне нужен для того чтобы я прилетел на дорогу конец планеты посмотреть на человека с которым мне предстоит вести дела так вот система ценности руководства иногда она меня даже даже меня в тупик вводит честно говоря и очень часто меня даже немножко раздражает но это скорее всего знаете почему потому что я не могу быть таким а либеральным демократичным так любить всех людей и так прощать человеческую мудрость собственно говоря и безответственность как у вас в компании это делается то есть даже когда стопроцентная правота у компании это их деньги она все равно отдает добрым самаритянам коралловским потому что ну они же такие у нас добрые и светлые за бесплатно работают что бы мне отдать то есть очень много разных было моментов когда был вопрос денег либо их четко в компании четко люди когда проверяются не тогда когда все хорошо четко компания проверяется тогда когда кризисная ситуация кризис оборотка маленькая за расходная часть остается прежней а доходная часть падает соответственно одеялка маленькая на всех не хватает либо ножки либо головами куда компания тянет деньги на кого же так как все компании говорят что они за людей добрые и порядочные у них тоже он не выйдет с плакатом я сволочь собираюсь все выходят и говорят честно порядочный и так далее понять можно только в кризисной ситуации во время кризиса как компания себя ведет там свои есть опытом приходит понимание оценки компании в кризисной ситуации вот я еще в традиционном бизнесе очень интересная обычно первые проводки которые делали я обычно больше денег загонял партнеру и смотрел на его реакцию очень много интересного показывает так вот этика руководства когда даже это не вопрос их денег это вопрос того что люди получат это то что нет финансовых обязательств и так далее только когда курс держит на складе много есть моментов которые могу рассказать но это ни к чему это три пункта почему для меня корану и куб это еще это неяркая компания которая блестит и сияет на небосклоне сетевого бизнеса своими деньгами доходами ростами но это компания в которой можно построить стабильный бизнес потому что есть основа для 90 процентов людей которые не собираются бизнесом заниматься и не должны это продукт для них есть продукт для людей не для продажи а ты людей вот те которые не собираются если я зарабатываю много денег не все равно чем заниматься я специально утрирую не все равно но чтобы понимать как-то опять же как вы не будете когда девушка спрашивает вы могли бы отдаться за 10 тысяч долларов а за 20 тысяч долларов и меня за миллион ну вы же не заплатите так вот вопрос в том чтобы был продукт для 90 процентов людей правильно которые этим бизнесом не собираются заниматься и в том что я понимал что если я что-то создал и построил компания не будет у меня ничего отнимать и теперь очень важный момент что вы поняли когда компании или сетевики кто-то вам продает все эти вещи продукт компанию систему вознаграждения это не значит что это плохо вообще это не достаточно для того чтобы быть русским потому что сама компания может быть чудесный у лидеров у этих десяти человек может быть замечательные чеки это может быть правда но когда приходите вы или я вы получаете процент не с компанией не с их чеков и не зато какой такие ученые создавали этот продукт и какие результаты имеют этот продукт вы получаете процент со своего товарооборота примитивная мысль я 50 процентов сетевиков не знает ответ на этот вопрос когда я спрашиваю за что вы получаете деньги 50 процентов людей рассказывают мне за информацию за обучение за доброе вечное мудрое что-то по ним рассказываю ну вот 50 уже слава богу объяснили что они получают процент со своего товарооборота но есть вопрос на который они не знают ответ еще ни один сантиметр не ответил от чего зависит рост их товарооборота надо от денег то есть вам нужно создавать свой товарооборот и когда вы его создаете мы теперь походим к тому как же создавать товарооборот и как же создавать большие и большие я вам сейчас расскажу о трех всего лишь вещах которые определяют 97 процентов результатов это в общем-то принцип авиации то есть не как можно больше знаний а как можно меньше знаний но тех знаний которые определяют то есть в жизни существует 5 процентов вещей которые определяют 95 процентов результатов в жизни и 95 процентов вещей которые определяют 5 процентов результата в жизни понятно о чем человек и вы легко вы всегда поступали так хорошо которые вы могли на определенном своему проблема в том что вы тратите колоссальное количество времени на 95 процентов вещей и так много на это тратите времени что на те 5 процентов 95 позащений не хватает ни времени не сил с этим разбираться и вы кстати замечали что вы все добрые светлые хорошие люди есть ну и все же с помощью не все наворовали есть другие добрые серые хорошие люди почему-то получается жить потому что они знают немного вещей вот куличка примера тоже так же там надо много знать и вот никогда переваривать объем информации и соответственно когда объемов очень много и как выбрасываешь выбрасываешь у вас отставляешь самую самую вентилятор есть небольшое количество вещей и вещи если вы будете их делать или поймете хотя где-то уже ваше право может делать может не делать будет неважно поймете ли вы все остальные там 97 если вы их не будете делать тоже не важно что вы знаете что вы можете потому что у вас результата не будет очень часто я замечал одну такую вещь сейчас мы не поговорим значит для этого нужно определиться с тем что мы имеем в базе в базе мы имеем два кардинальных разницы людей я вам уже про это говорил один процент людей ну давайте чтобы вас не пугать возьмем 595 95 процентов людей продает настоящее вот кардинальное отличие между теми по добивайся и добивайся неважно такой свете хотите в науке хотите присутствовать в полководческой деятельности хотите в бизнесе есть люди которые умеют продавать будущее есть люди которые умеют продавать настоящее в основном все кучи продавать настоящее их учит объяснять грамотно логично обослованно почему происходит что-то и так далее я еще раз на это потому что это окоренное отличие не существует компании где все преуспевают если вы хотите действительно преуспеть возможно очень понятно кем вы являетесь и кем вы хотите стать потому что закон жизни очень простой вот если взять например вас переместили на машине времени на два года вперед два года и вы увидите себя что вы лидер правом клубе зарабатываете ну давайте там не будем брать большие суммы больше 10 тысяч долларов в месяц чем у вас так 10 тысяч долларов в месяц изменит некоторым образом качество вашей улучшение вы возвращаетесь увидите что у вас организация вы зарабатываете деньги возвращаетесь назад сейчас не время рассказывать о своем поездке на машине времени бесполезно не поверят в лучшем случае засмелены но теперь каждый ваш поступок принятие решения будет обусловлен тем что вы знаете то есть у людей в частности бизнесменов также как ученым также как выдающихся толководцев детям существует такая речь которая ученика всего не написано видение не представление воображение а видение они об этом пишут рассказывают и так далее так далее так далее я могу огромное количество рассказать историй про разных людей разного времени в разных сфер деятельность можете взять биографии великих людей начать читать вы найдете и поэтому все их поступки обусловлены то есть вы будете делать вещи которые вас поведут через два года на 10 и что-то есть одно препятствие которое может помешать но он чуть позже если вы имеете в виде но он чуть позже и так мотивация вообще это картинка будущего если всю психологию уютка помойку останется одна простая вещь если вы считаете что ваш завтрашний день будет таким же или хуже у вас будет плохое настроение и потери энергии не поверите если вы думаете если будет также я буду рад нет люди всегда перестают ценить то что получают они о чем-то мечтали получаю радость и хватает две недели два месяца максимум через два месяца максимум все само собой возьмите сами посмотрите советское время условия дефицита как мы мечтали хоть что-то получить большинство старших поколений помнит это времена счастливы имеем сейчас радостный представляете как это называется в девяносто первом году например в девяносто первом году вас перенести сюда наш магазин представляет вас крышка как север что было в девяносто первом году на 8 марта вот и как сейчас это ценится и ценится я это очень хорошо помню что я служил например западной группе войске видел объединение немцев германии это был прикол они сначала молились на объединение прошел год коль приехал один бросали в него бананы вот а мы в то время покупали они стоили что-то не можно понять и вся психология очень простая если будет так же как и было или хуже вы так оцениваете свое будущее у вас настроение будет поднижаться поднижение настроения к потере энергии если вы считаете что завтра будет лучше то есть любая ваша проблема вы не были не хорошо я просто я знаю об этом что твой родственник нашелся в канаде там миллион долларов теперь ты после чего это бы знаешь а он уже отлично вот я только согласен я стал свои проблем сразу когда вас будет волновать потери кошелька потери денег то есть другое будущее человек который умеет продавать будущее управляет мир в любой области потому что люди которые не умеют продавать будущее всегда идут за денег это будущее продаем занимается ли он наукой бизнесом политической деятельностью поэтому иногда не очень хорошие люди но понимающие законы жизни добиваются результат жизни закон никто не отменял он работает для хорошего то есть люди у которых нет цели идут за теми у кого цель есть чтобы вам быть другим человеком надо иметь собственной цель жизни ни на неделю ни на месяц вот теперь смотрите вот эти люди соответственно могут говорить о будущем а бизнес потому что бизнес это то чего еще нет это то ради чего это будущее я понимаю что сейчас многие вещи вы не согласны можете мне не верить просто возьмите начните читать биографии великих людей только пожалуйста не богем и художников и писателей не прошу не платили просто там немножко другие вещи добавляются это не вопрос того что люди сделали со своей жизнью есть там моменты но не все вот там очень много вмешивается вещей которые назовем талант поэтому если вы читать там ходили бизнеса не отчитайте провеликих выдающихся бизнесменов который для вас выдающиеся исторических любых персонажей там современных не 35 законы успеха все равно одни и те же это не вопрос чем заниматься можно разориться на нефти можно разориться даже наркотиков это гораздо хуже между прочим чем они большинство людей умеют продавать настоящее то есть она может объяснять о продукции о компании но с трудом может объяснить такое будущее ждет особенно продать это дело продать это продать идея или не тогда когда она вас захватила а когда она захватывает людей и мы подходим к первой вещи собственно говоря это помню да помню первая вещь я назову это новые люди любое развитие любое развитие это новые люди потому что бизнес это если вы развиваетесь например в традиционном бизнесе ту же сеть там донпийских поликлиник или сеть ресторанов вам нужно будет контролировать не продукты которые привозят и не повара который готовит или поваров которые готовят вам надо контролировать поток людей которых вы отбираете потому что развитие бизнеса это не качество питания ресторан это люди которые приходят развитие то есть если у вас просто ресторан один да но вы там будете 24 часа если вы хотите создать бизнес вам нужно сеть ресторан через ресторан это люди это не кухня и даже не повар я понимаю что вы плохо в это верить но это так поэтому отдел кадров вам нужно постоянно набирать людей потому что найти действительно управляющим не повара управляющим умеет создавать коллектив потому что мы подходим ко второй концептуальной вещи кроме видения кроме будущее у нас влияет одна интересная вещь который мало кто понимает а вот и как Алексей что там называют секреты миллиардеров там а что там секреты миллиардеров когда ты рассказываешь вот для людей большинства это банальные вещи цель жизни окружение настолько банальные что они даже не понимают всей важности они не понимают что не имеют цели в жизни невозможно ни к чему брить и не контролируя окружение невозможно ничего получить какие-то цели у вас нет какая бы мощь вас не была заложена во мне например если меня поместить в окружении людей рабочих и предпринимателей я стану рабочим и предпринимателем не потому что они плохие нет дело не в том что кто-то плохой кто-то хороший если человек хочет таким быть его устраивает та жизнь в которой мы живем пожалуйста имеет полное право быть рабочим или служащим но если человек занимается этим и его не устраивает как он живет вот это ненормально понятно что битрич то есть я не в плане того что учителем быть плохо или там врачом быть плохо нет если хочет быть врачом и его с этим его не волнует как он живет не вопрос имеет полное право у нас не секрет пусть даже я с этим не согласен он имеет право это его жизнь но если человек я не хочу так жить это не вопрос профессии и это как я вам сказал это любая страна любая общественно-экономическая формация любой город это система ценностей то где мы находимся формирует нашу систему ценности токио мы себя окружаем еще раз это не зависит от этих это будет этичные люди от интеллекта интеллектуально образованные люди с ними можно быть интересно разговаривать но если у этих людей нет двух этих пониманий нет целей жизнь жизни цели есть партию детям так образовать это хорошие цели на добиться и жизнь потому что очень многих людей когда не вкладывают очень много сил в достижении таких у меня есть большая цель жизни ребят это отдельная тема это потом будете расти в бизнесе будет на лидерские школы вам будут учить и отлучать вас этим вещам это очень важная вещь потому что когда вы например приводите пример вот люди добились славы и типа стали плохими вот у них деньги они стали плохими во-первых деньги это просто усилитель они усиливают все то что человек заложено все они не делаются плохим или хорошим это первое второе если вы поставили цель для русские актеры многие поставили цель стать богатыми и знаменитыми они стали пока там и знаменитыми все жизнь кончилась поэтому пьянки и наркотики и больше не могут 5 лет вместе прожить и потом когда они к этому шею не были красивыми добились головой все понятно что надо дальше цели ставить а душа и дух не запускаются и все и пипец жизнь кончилась вот представьте вы например поставили цель жизни вылетели лист отдали 15-20 лет тренировкам попыткам взошли и чем вы не сможете переключиться на новую цель как вы думаете головой сможете но она здесь ни при чем душа и дух не будет ради чего-то пахать это отдельный серьезный серьезный вопрос много раз на более серьезного процента прожили не важно какой человек стоит меня если я не стану контролировать окружение в котором я нахожусь чьи мнение и мысли я покупаю я стану системой ценности этих людей и решена плохая система цены но с этой системой ценности как передали наш хороший лидер с унитаза в космос не стартует эта система ценностей просто порядочные и хорошие люди образованные но это не люди которые я хочу я могу это люди которыми расстроиться добрые светлые дружники не готовы копать туннели если бог даст они будут на доске почета а если бог не даст то есть не всегда кто-то определяет их жизни они сами очень многие не понимают с кем нужно тусоваться в чьей тусовке нужно быть это не вопрос сленга молодежь это существует не все дела маркетинг если вы хотите стать выдающимся спортсменом это не так выдающимся физиком вам нужно идти выдающихся физиков тусовку она есть всегда есть после на закон жизни люди по своим ценностям тусуются если они у них есть если есть цель есть ценность и амбициозные физики есть городе уровня не всей страны не всего мира но здесь есть если более туда потом заходить попасть на уровень страны потом на уровень европы мира вы можете это сделать но если вы не будете стремиться оказываться в этой тусовке то вы не в тусовке и нихрена вы ничего не сделали это не обязательно даже физически быть если вы это вопрос что вы покупаете в голове но проблема в том что практически все покупает все что мы видим все что мы слышим мы покупаем но принцип как бы для меня в свое время стал принципе простой у меня нет окружения пока то у меня так уже не успешно где мне взять окружение ты должен то есть в течение дня ты очень много слышишь всякой ерунды которая просаживает тебе самооценку что не ты определяешь свою жизнь что воняет тебя зависит плюс тысячи дня очень много с собой недоволен значит соответственно тебе нужно либо по энергетике либо по времени выбрать такое количество времени либо воздействие которое вы компенсировал вот так вот вопрос в том возвращаемся к новую я вам уже сказал для того чтобы вам развиваться вам нужды если у вас не будет новых людей вы можете сохранять товароборот может сказать свои деньги если они у вас уже какой-то товароборот есть но у вас не будет развития как будто у вас есть ресторан или дворе стадали перераст а новых управляющих нет вы можете супругом открывать ресторан если там нет нормального управляющего что-нибудь поэтому весь вопрос в том как создать поток я сегодня в традиционном бизнесе, будучи финансовым директором, прибрал к рукам отдел кадров. Почему? Не маркетинговый отдел управляет компанией. Отдел кадров. Он не работал все время. Даже если был полный штат, они все равно продолжали по максимуму работать, набирать на все позиции. Можно создать новую линию построить на заводе. Можно набрать рабочих. Управляющего возьмете, который управляет выборными людьми. Понять, что на себя представляет, вы сможете не по его резюме, а примерно месяцев через 6. Найти нового, вы 6 месяцев потеряете. И не важно, какой у вас опыт, какие у вас танки, какой у вас все остальное прочее. Вам придется искать нового управляющего. Пока вы не найдете, вы будете за него в потерь. Если у вас есть такая возможность, если у вас в свой ресторан, вы на два ресторана не разорвутся. У вас все равно будет один ресторан. По мощности. Поэтому создание потока это основополагающая вещь в бизнесе вообще, потому что это люди. Соответственно, опять возвращаемся. Мне надо научиться так общаться с людьми. Сначала я должен понять, кто я. Человек, который продает настоящее и не собирается продавать в будущем. Или человек, который продает в будущем. Которого это будущее интересует. Я могу уметь это делать, не могу не уметь это делать. Это мы можем научиться. Вопрос, к чему я хочу. Но. Сейчас на данном момент времени. Если я продаю настоящее, я могу работать, я могу работать, устроить товарооборот, говоря жаргоном и нырдяком, через продукт. Давайте здесь уменьшим. Видим, нарисую. Значит, у нас здесь настоящее, и у нас здесь будущее. Вот у нас есть какая-то масса людей. Значит, очень важно научиться с этой массой работать. Очень важно. Почему? Сетевой маркетинг – это бизнес, в котором деньги, те, которые в традиционном бизнесе тратятся на рекламу. Я сейчас в кратство вам объясню. То есть, в традиционном бизнесе, чтобы они узнали о товаре, о магазине, о вашем ресторане, о вашей поликлинике донетинских, нужна реклама. Реклама двигательного торгового. Здесь в сетевом бизнесе рекламы нет. И деньги, которые на рекламу уходили в традиционном бизнесе, они уходят на вознаграждение, грубо говоря, людям. Ходячей рекламе. Но эта ходячая реклама должна быть адекватной той рекламы. То есть, вы идете, смотрите щит с косметикой, например, и говорите себе, ну, это не та косметика, которая мне нужна. Из этого щита никакая красивая девушка, которая там изображена, не выскакивает, не хватает подзар, говорит, ты не понял. Или ты не поняла. Ты не все узнала про эту косметику. Сейчас я тебе расскажу. Понятно, о чем это я считаю? Потому что, я вам хочу сказать страшную вещь, мне не нужно, чтобы все люди хотели эту продукцию. Если все люди будут хотеть эту продукцию, я буду не нужен. А если все будут уметь делать то, что делаю я, я не буду зарабатывать столько с уроком. Я зарабатываю. Поэтому то, к чему вы стремитесь, я к этому совершенно не стремлюсь. нет абсолютных ценностей. Вы хотите сказать, что здоровье абсолютная ценность? 95% людей гробят своим здоровьем. Вы хотите сказать, деньги какая-то ценность? Нет, 95% людей не собираются ничего делать за деньги. Ради, там, денег. Она это делает, потому что привычка работать. А эти зарплату не получали, ходили на любимый завод. Это не платят, потому что это плохо. Это просто своя система ценностей. Когда-то у меня молодежь такая же. Я готов был работать без денег. За их деньги. Так вот, поэтому могу так говорить, может быть, кому-то просто из старшего поколения звучит немножко, ну, ухо режет. Мне еще больше чумба обрезало. У меня классная ненависть такая была, когда я первый раз все слушал. Потому что у меня папа, офицер. Где я должен сказать, у меня такие конкретные идеологические воспитания. И, соответственно, должны стоять два, как минимум, фильтра квалификационных вопросов. Это квалификационные вопросы. Это не вопросы, как затянуть людей. Здесь дальше идут две линии. Линия работы через продукт, если вы продаете настоящее. Через продукт. Это для аналитичных, умных, грамотных, образованных людей. Понятно? Для нормальных. Это для ненормальных. Продажа будущего. Это через бизнес. И там, и там все равно должно быть два вопроса. Нельзя, например, если вы работаете через настоящее, нельзя спрашивать людей, интересует ли их здоровье. Потому что если человек вам скажет нет, вы можете смело вызывать спору. Это не тот вопрос. Это тесный идиотизм называется. Вам нужны отбирающие вопросы. Отбирающие. И, соответственно, у меня, например, вопрос отбирающий, он по продукту звучит, например, и так. Вы что-то делаете для своего здоровья? Потому что если человек ничего не делает, он рассчитывает на врачей, как моя мама, например. Она рассчитывает все равно на врачей. Она не может быть осознанным потребителем. Потому что она свою ответственность за свое здоровье переложила на врачей. Если человек хоть что-то в меру своей вежественности или невежественности, как бегает, отжимается, обливается, ушит на грубе крови, хоть что-то делает, хоть что-то делает для своего здоровья, Я с ним буду разговаривать дальше. Дальше фильтр какой? Как мы относимся к умному питанию? К подходу? Мне не нравится слово БАДА, потому что под БАДА попадают и пищевые дозвавки в пищевой промышленности и так далее. Поэтому мне не нравится слово. Это пища, это питание. В крайнем случае могу спросить, какую воду вы делаете или как вы относитесь к правильной воде? Потому что если человек что-то делает для своего здоровья, что-то он там где-то что-то слышит. Если он говорит, да нет, все. Я не рассказываю ему ни о Калаваде, ни о коралловом клубе, ни о чем другом не рассказываю. Понятно? Если через бизнес я спрашиваю человека, имел ли он когда-нибудь собственное дело или думал об этом. То есть мне нужно понять, насколько он предприимчивый, вообще был в мозгах или не был. Первый вопрос, второй вопрос. Как он относится к МЛАМ? Если он плохо относится к умребнению, для меня вот, я рабочий, я должен этот хлеб печь. Должен предпочтить поле. Вот. И МЛАМ это разбодняк, уважаю. Уважаю. Не надо его переубеждать. Какой жене удалось прибыть своего мужа? А какому мужу удалось прибыть свою жену? Есть счастливчик. Зай. Я не встречал людей. Переубить можно того, кто хочет быть переубежденным. Если не хочет быть переубежденным, когда вы научитесь уважать точку зрения людей, будут уважать вашу точку зрения. А когда вы не будете уважать точку зрения людей, и люди, которые не воспринимают вашу точку зрения гадой и сволочкой, не понимающие, как вы хотите в них впихнуть, жизнь будет точно так же относиться к вам закону жизни. Она точно так же будет пытаться что-то впихнуть в глаз. в виде, через какого-то человека, там еще кого-то и так далее. Но, я должен понимать, что мне нужна определенная, ну, скажем так, система. У нас это называется создать поток. Поток перевора людей. То есть нужно создать поток, в котором бы я искал людей, которым нужна эта продукция и нужна эта возможность. Только с теми, кому нужна эта продукция, я разговариваю о продукции. Только с теми, кому нужна эта возможность, я разговариваю об этом бизнесе. До этого момента люди уходят, даже не поняв, что я что-то от них хотел. Потому что я от них ничего не хотел, кроме как узнать их систему ценностей. Если она не в этом поле, ради бога, они не имеют право жить свою жизнь. Делать то, что они считают. Потому что если я не буду уважать точку зрения, то, что я не буду уважать моими. И поэтому мне здесь нужно много людей. Поэтому я должен уметь брать рекомендации, знакомиться. Мне нужно уметь создавать поток. Это навыки сложные. Раньше я ставил себе цель, чтобы у меня был хотя бы один приглашенный. У нас это называлось презентация. Моя организация сейчас называется бизнес-брифинг. То есть первоначальная информация. Хотя бы один приглашенный в неделю. У нас каждую неделю был бизнес-брифинг. Хотя бы один приглашенный. Прошло меньше года. У меня требования были такие. 5-7 активных дистрибьюторов в день. Это навык. 5-7 активных дней в день это 100-150 дистрибьюторов активных. То есть это с объемом. Которые продукцию кушают, получают результаты, их не их, разбираются, верят в продукцию, не верят через себя. 100-150 дистрибьюторов в месяц. Поэтому через год у меня было 10 тысяч долларов в чек. Через два года у меня было 30 тысяч долларов в чек в месяц. Можно все это растянуть? Не вопрос. Пожалуйста. Вы можете все это растянуть на годы. Какие-то 5-7. Что зависит от вас? То есть с какой скоростью вы будете находить управляющих, ваших партнеров в бизнесе, это скорость организации потопа. Если вы его не организуете, продукт может быть, компания может быть, как ему угодно, руководители могут быть политическими людьми, вы свой товарооборот серьезный, большой не создадите. А создадите, он удержатся только на вас. И с кем его развивать, партнеров у вас не будет. Понятно, о чем это происходит? То есть меня всегда волновала одна простая вещь. Я даже относился к событиям первоначально не очень серьезно. Потому что они меня отвлекали. Я не учил сидеть, писать умные вещи. Я лучше встречи проводить. Когда меня пытались отвлекать, чем-то? У меня в голове была как лампочка. Потому что у меня в голове было 3 пункта. 3 пункта, которые должен был держать. Ну, я его называл 3 встречи. Мне завтра нужно было 5-6 встреч по бизнесу. Теми людьми, которые уже знают, что это предпринимательская деятельность, зарплата не будет, это не работа. И второй, который не против сетевого маркетинга. Если у меня нет 5-6 встреч, я не работаю. Это в любом бизнесе. Есть понятие рабочего дня и рабочего времени. Рабочий день это, ну, грубо говоря, 8 часов. Рабочее время это то время, которое приносит прибыль. Если у вас нет рабочего времени, потому что вот школа, к рабочему времени не относится. У нас рабочее время, это встреча с потенциальными потребителями, с потенциальными дистрибинами. Если его нету, то и прибыль может. И бизнес обидеть не может. И для меня это было как бы самым-самым главным. И постепенно я учился, как это делать. Навыки обретал. И выходил на уровень, когда можно было делать 5-7 десантиметров каждый день. Ну, не каждый день там никто же не соотключался, но в среднем мы так держали норму где-то 100-150 десантиметров. Роза меня мучила, один из моих лидеров Роза поменала, она мучила меня, Леша, как быстрее, как быстрее, как быстрее. Я ясно, Роза, давай так, вот, 110 десантиметров в месяц, минимум. Все, да дальше пойдешь. Она взяла, уперлась, хотя обычный брач, вот, уперлась и сделала 110 десантиметров за месяц. Через 5 месяцев у него было 3000 долларов, через 5 месяцев оставлю. А то когда ты писал. Это, это, у нас как бы за продукт не стыдно, за руководство не стыдно, за себя стыдно. Это не в том, как убедить того, кто вам подвернулся. Это как создать большую массу, потому что вам рекомендацию не дадут, как только вы начнете что-то хотеть от человека, он не даст вам ни одной рекомендации, он не хочет, чтобы вы мучили его знакомых и близких. То есть, для вас четкие показатели, если вам рекомендации не дают, значит, вы передавливаете. Значит, вы от него хотите больше. У нас командир замечательный, у него была замечательная фраза, когда он нас учил, мы только старшими летчиками стали, он нас учил, он говорит, ребята, нужно, очень много ожидаете от людей, и в них не верите. А наоборот. Нужно ничего не ожидать от людей. И в них верить. Как только вы встраиваете ожидания в отношении к какому-то человеку, неважно, в личной жизни или в бизнесе, вы всегда гребёшься. Всегда. В этой жизни мы можем учить только на самому себя. Ожидая строить только в отношении с моего себя. Как только вы пытаетесь в отношении кого-то выстроить ожидания, вы выносите фактор, управляющий вашей жизнью за себя, и пенсик вас в жизни накажет. Если вы из-за столько своих лет ещё в этом не убедились, ну, у вас ещё есть жизнь. Впереди убеждайтесь. В этом правильно. Попробуйте найти исключения. Я лично ни на кого не рассчитываю. Я даже не вижу сильных людей. Вы не проверите, я, одна из ошибок больших, это начать обучать свою структуру. Я тренинги стал проводить, когда у меня человек был больше 10 тысяч долларов в месяц. Я до этого тренингов не проводил вообще. Зачем? Чем учить? Делай, как я. Всё. Это же навык, это же не знание. Как мы вернемся, не важно, что ты знаешь, важно, что ты умеешь. Поэтому мне не важно, что вы знаете, сколько у вас в странице написано. важно, что вы из этого освоили. Второе, что я не понимал, понял, очень поздно, это так называемые события, да, ради Бога, вы никому здесь учебник не обязаны, можно вставать и уходить. Вот. Это же частный предприниматель свидетель. Это событие. Это я вам уже немножко об этом говорил. Я думал, что событие – это обучение. А реально, мероприятие и событие – это не обучение. для меня это вопрос, в каком обрушении я оказываюсь. И, когда я там стараюсь, ну, там, кто слышит, я говорю, ребят, я не хочу там участвовать в декорской школе, я не хочу участвовать со столиками, общаться там и так далее. Это не потому, что я, я, допустим, не уважаю или считаю себя очень умным, а вас, типа, начинающими, глупенькими, или еще что-то такое. Абсолютно нет. Я оберегаю свое собственное обрушение. Потому что, если я с вами проведу пару дней, вы мне мозг вынесите, на самом деле называется. Вы мне свою систему ценностей продадите. Не потому, что, как раз, они выглубенькие, а потому, что в своей массе вы очень воздействуете. И поэтому, для меня важно оказаться не потому, что они деньги зарабатывают, или не потому, что мы с ними давно работаем. Для меня важно оказаться с людьми с определенной системой ценности. Я могу разговаривать, о чем угодно. Но я всегда сканирую систему ценностей человека. Для меня это самое основное. Я могу пить, я могу есть, могу разговаривать о чем угодно. Половить ценностей человека. еще раз говорю, не важно, чем заниматься. Не важно, сколько вы можете там прибыли взять. С кем? Девушкам там молодым, ребятам молодым, и так далее. Вторую половину, то есть, как бы и по внешним качествам, по системе ценностей. Так же, как партнеров бизнеса. Система ценностей будет другая, рано или поздно разорвет. Поэтому я не собираюсь переделывать вашу систему ценностей. Я знаю, что 10% из вас останется со своей системой ценностей. Мейте полное право, это ваша жизнь. Я ищу людей, которые из другой системы ценностей. А сделать это могу только не по вашим словам, а по вашим поступкам. Кто оказался на клубе стол? Кто потом будет работать, допустим, на бизнес-блифинг? Кто пойдет на следующий клуб стол? Кто куда-то поедет? Потому что, как только вам нужно что-то больше сделать, идет дифференциация. А дифференциация – это качество. Люди своими действиями показывают свои желания. И мне не нужно знать психологию, даже сильно присматриваться. Я смотрю, сколько осталось? Вот сколько из вас, допустим, приходит на клуб 100? А сколько из вас поедет в Харьков? А сколько из вас там потом поедет в Москву? Вас всегда будет меньше. Вот здесь, например, на клубе стола могли быть люди, у которых было 100 баллов, но они нашли. Важную причину здесь не оказаться. А в жизни, не важно какая причина, маленькая или огромная, результат все равно один и тот же. Отсутствие полученной цели, которую вы поставили. Поэтому размер откоряйте, роли не играли. Это может быть просто лень, это может быть болезнь любимого человека, результат, отсутствие результатов. И сейчас опять, опять говорите, так что нужно бросить больного, близкого человека. Что вам надо делать, решайте сами. это ваша жизнь. Я руководствую целями. Не обстоятельства. Ставить цели, не получать цели. Если вам это не нравится, ну, браться крови, хотели бы вы иметь дело с человеком, у которого будут свои обстоятельства. Помните советский мультик, паровозик из Ромашкова? Кто бы ездил на этом поезде, который вечно останавливается, рассвет посмотреть, закат проводить, птичек, послушайте, мультик здоровский. Кто на этом поезде поедет? Поэтому подумайте сами, кто хочет в ваш поезд сесть? Вы говорите, я еду туда, успехом. Кто со мной? Люди говорят, мы. Проходите на время, у вас отряшка какая-то. Птички запили, рассвет включать. Всего люди говорят, понятное дело, не сегодня, пойдем в другое место. Потому что вы их обманули. Как только вы продали будущее из-за него не воюет. Так вот, схема, дело не в одном событии, дело не в том, что вы здесь оказались, дело в том, что здесь есть целая схема, мероприятий, совсем более, скажем так, большими усилиями. Причем это не вопрос, денег больше заплатить, хотя там полно поехать, нужны деньги. Вопрос в том, уже сколько с вами людей, там и тогда, то есть как, кем вы для людей являетесь. И проблема людей заключается в том, что они приходят из обычной жизни сюда и думают, что нужно что-то, знать, или вот допустим, уметь выступать. Я не самый лучший спикер, периодичный кто-то подходит, кто в такие курсы заканчивают, режиссеры, или там артистика, то есть, абсолютно неправильно, там, ведешь, говоришь, там, язык, и все, так и прочее, вообще, вот просто, мужество. Вот, я говорю, ребят, когда вы соберете организацию размером, такой, как у меня, мне будет интересно слушать ваше мнение. Потому что я не ораторством занимаюсь, это не моя профессия. Я строю организацию потребителей, людей, которых эта продукция интересует, клубы, людей, добровольно, собравшихся, для того, качественного в своей жизни, занимаюсь, они пользуются продукцией, как в треках крупного, как обычный язык, я получаю процент. Чем больше клуб, чем больше размеры клубов, количество клубов, региональный охват, тем больше и шире мой клуб. Поэтому врач, психолог, спикер, это не самые близкие профессии, это самые дальние профессии. Самая близкая профессия к этому бизнесу, это тренер спорта. Мои самые любимые профессии, спортивные тренинги. Поэтому связь событий, то, что я вам говорил, оказались, хотите быть выдающимся физиком, вам нужно оказаться сначала хотя бы в каком-то кружке любителей физики. Не поверите, в вороте же можно найти. И дальше продвигаться к все более амбициозным людям, которые все больше и больше. если вы будете держаться в этом спирали успеха, как минимум неординарным физиком, вы станете точно. Вы не поверите на окружение, вас изменят. Все те люди, которые пытаются в одиночку прорваться, потому что у них супер цель, ребята, мы так устроили. Мы покупаем то, что нас окружает. И наша среда нас формирует. Кого-то быстрее, кого-то медленнее, кто-то хочет, кто-то не хочет. Но если вы не контролируете, что вас окружает, не поверите, в отношении вас уже все продумано. Вам уже свое окружение создали. Видите, видение газет, радио и всего остального прочего. Поэтому другая система ценностей. Мне очень важно, почему я не смотрел на, как вам сказать, я никого не считал лидером. Более того, первоначально, когда я делал вот такие-то ожидания, как мы прекрасно понимаем, они разрушались, всегда они не осуществлялись, я просто относился к этому очень просто. Я работал с теми, кто был на событиях. Вот остались после клуба сто люди, которые мы как-то не сделали. С ними. Поехали дальше, там на более высокую насоску, более высокую трюльную. С ними. Дальше с ними. То есть вот эту массу, всю, которая у меня получалась, не я их считал лидерами, а не своими поступками, пока мне не придет мне вещи. Без этого, я не знаю, в каком сфере деятельности можно преуспеть. Вы не поверите, существует объединение бизнесменов по отраслям. Те, кто занимаются деревообрабатывающим бизнесом, строительным бизнесом, у них свои тусовки, не поверите. Они не только у байкеров. У всех есть свои тусовки. люди, которые хотят преуспеть, они четко это понимают. И третья вещь. Это, ну, на каком-то называется построение. Связано это с тем, что вы можете поставить очень большие цели, вдохновленные цели, но уровень самооценки очень низкий. Непонимание роли самооценки. Самооценка это уровень энергетики. Это заправка вашего, ну, автомобиля, скажем так. То есть, вы стремитесь стать шикарным автомобилем. И каждый раз прибегаете, Алексей, а если я себе поставлю еще хромированные зеркала, это круче будет? Я говорю, конечно, круче будет. Ребят, но лучше быть запорожцем с ракетным двигателем, чем шикарным вместо ДСМ и без бензина. Понимаете, каждый раз вы стремитесь стать в чем-то круче, не контролируясь, совершенно энергичным. Потому что головой вы все понимаете, а вот, как это, причины подорваться нету. То есть, если бы я сейчас взял бы и сделал бы, например, вам такую, ну, негативную мотивацию, взял бы кого-то из самых близких ваших людей. Если у вас через год 10 тысяч долларов не будет, я на ваших глазах вот закажу, там, они сожгут на ваш глазах этого человека. Не поверите! Вы через год будете зарабатывать 10 тысяч долларов. Если вы на почту, возьмите, почитайте «Миллионер за минуту». Книжка есть такая про женщину, которой детей собирается отнять. Ну, не с женщин, просто отнять. Там есть техническая часть, есть художественная часть, поэтому для гуманитарев и не гуманитарев можете прощать эту историю. Вот. Этих историй, на самом деле, дофига и больше. свеча под задницей работают всегда лучше, чем солнцем в голове. И никакие заморочки, которые вас сейчас морочат, не будут в голове. А как этот бизнес сделать? Потому что у вас в голове будет картинка. Если вы только купите, что так оно и произойдет, то вы даже себе позволить не сумеете в голове, что это может случиться. Вы действительно все сделаете и будете зарабатывать 10 тысяч. Там нужно было зарабатывать через год миллион долларов для человека, который никогда не занимался бизнесом. Это причина. Ради чего? Никак, ради чего? Так вот, это энергетика. Самооценка этой энергии. Если вы замечали, дети рождаются, у них тормозов нет. Энергетика максимальная. Я хочу, я могу, да? Хочу быть великим космонавтом, заканчиваю школу и научиться на великого космонавта, я великий космонавт. Правильно? Вот. Что потом происходит? А потом происходит одна интересная вещь. Человек что-то хочет и не делает. Мечтает и не совершает. По немножко, по кусочкам, по крупинкам. Это причина понижения самооценки. Вы это не контролируете, но она у вас просаживается. Самооценка. Она просаживается, когда вы делаете вещи, которые знаете, что нехорошо делают, но за это не наказывают. Ну, ругаетесь, например. Многие за рулем ездят и ругаются на других водителей. Тебя никто же не слушает, правильно? Кроме вас. Вот. На самом деле вы себе самооценку просаживаете. Я уж не говорю про структурирование жидкости в вашем организме, но реально вы просаживаете себе энергичку. Когда вы знаете, что нехорошо ходить на красный свет, но никого нету, поэтому пойдем. И так далее. Законы энергии очень интересной энергии, но сейчас у нас нет времени их разбирать. Вот. Вопрос в другом. Третья вещь. Построение. Это, в принципе, задача бизнеса. Мы все пришли из той жизни одинаковыми, практически, ну, чуть-чуть разница. Цели большие, самооценка низкая. Как повышать самооценку? Так же, как мы ее гробили. То есть, не надо планировать то, что вы не собираетесь сделать. Не надо ставить цели, из-за которой вы не готовы умереть. Понятно, о чем это речь? Потому что, как только вы чего-то захотели и не сделали, раз самооценка просила, раз самооценка. То есть, вы чувствуете, что не вы контролируете жизнь, обстоятельства, как говорили. Я прекрасно знаю, что здесь, который никогда не будет бедным, это я. Мне ферри этого, что будет. Так вот, но это пришло со временем. Я сразу, как и не был. задача поднимать самооценку. Самооценку как поднимать? Человеку ставит маленькую, небольшую цель, а маленькую цель. И когда он ее достигает, он должен получить за это поощрение. Зафиксировать. Например, если вы начали ходить только на зеленый свет, то, что вам легко контролировать. Например, чистите зубы два раза. Ну, или один раз. Давайте будете чистить два раза. Это сложно. Складывать там на место шарфик. Не сложно, не сложно. То есть, что-то, что вы можете четко делать, это не составляет никаких трудов. Но каждый раз контролировать не просто шарфик складывать на автомате незамечательно, а тектироваться. Я запланировал, я делаю. Через некоторое время ваше уровень энергетики на счет повышаться вы можете ставить, сможете ставить более высокие цели добиваться. Но если вы не будете заниматься этими вещами, ребята, утром и вечером мне нужно было заниматься энергетикой, энергетической зарядкой, потому что в течение дня я очень много был с собой недоволен. Очень много людей, которые мне говорили о том, кто я есть и как я должен жить. Вот. Мне нужно было быть одновременно очень открытым, потому что мне нельзя было включать свое радио. Но, и слава богу, я это знал по спорту и по авиации. То есть, в любой сфере нужно найти наставника. Это четко совершенно в спорте, и четко совершенно в авиации. В обычной жизни вы никогда не ищите наставника. Почему-то. Никаких сферах деятельности. И не учитесь их выбирать. Если посмотреть на том принципу, как у вас друзья формируются, я все время шучу по этому поводу, друзья, которые вам зла не делают. Старые друзья, которые давно вам зла не делают. То есть, вам с ними комфортно, а с наставником дискомфортно. с друзьями вы там, где вы отдыхаете. А если вы хотите чего-то добиться в жизни, вам нужны более сильные игроки, чем вы. Вы не научитесь играть, если кто смотрел фильм револьвером, не научитесь играть, если вы не будете играть с более сильным игроком. Так вот. И, соответственно, здесь точно так же. Нужно, чтобы человек добивался каких-то моментов и получал за это поощрение. только за то, что он добился, а не за то, что он хочет. Это очень тяжело сделать, потому что из обычной жизни люди приходят с системой ценностей жертвы. Филиграмная техника исполнения. То есть, если вы думаете, что только дети манипулируют бабушкой, которая их больше всего любит, взрослые это делают тоньше и изысканнее и всегда. Это программа, определенная программа на уровне познания, которая у вас работает. Как только, как только, как называется, как только я захочу что-то для вас сделать, пипец, вы начнете мной манипулировать. Это включается на автомате. Программа выживания. Можете понаблюдать, вот люди, у которых есть цели в жизни, они берут энергию от этой цели. Они могут не спать, не есть. Им достаточно энергии. Им не надо с кем-то собачиться и ругаться. Почему? А у них вот это вот. Какое дело вот этот водитель с его техникой езды имеет отношение к тому, к его целям жизни. Правильно? Его, по сравнению с его целями, эти мелочи не волнуют. Откуда энергию берут люди, у которых нет цели в жизни? 99% вы не знаете, откуда энергию берут? У других людей. А у других людей энергии может сделать только двумя способами. либо унижать, либо унижаться. Все. Поэтому мы одних людей унижаем, перед другим унижаемся. Если нет цели в жизни, другой программы не существует. И с кем мы это будем делать? С теми, с кем безнаказанно это происходит. А кто это? Тех у нас больше всего. Потому что как мы себя ведем перед гостями, правильно? А когда нет никого? Ума! Как у нас бывает кто-то неправ? А как он может быть неправ? Зачем вы на него рассчитывали? Что он в ваших глазах оказался неправ? Это же вы на него рассчитывали. А у меня сказал. Будет кто-то рассчитывать, получите. Вот и получили. Подпитались энергией, либо унизились, либо кого-то унизили. То есть вы учитесь говорить такие вещи, чтобы вызвать либо жалость, либо унижение у другого человека. Но это очень короткие энергии. И они ничего не дают вашей самооценки. Поэтому, приходя из той жизни, мне очень-очень надо попасть на эту школу. Я вот по подуманию из-за того, из-за того, из-за того, из-за того, из-за того, из-за того, мне не жалко. Здесь половина, даже больше половины, наверное, организации не боят. Ну, не все это важно. Это не принципиально. Меньше, больше. Смысл в другом. Смысл в том, что вы хотите получить в жизни авансы. Что-то. И эта практика, как вам сказать, будет создавать у вас иллюзию, что все вокруг вас против вас. Потому что вы будете отдавать, опять же, контроль над своей жизнью факторам, которые не можете контролировать. Вы читаете их определяющие. Ну, в принципе, это называется здоровье. То есть у вас своя иллюзия, необъективная картина мира. Хотя, некоторые вам говорят, что люди не могут создавать объективную картину мира. Можно. Можно совершенно спокойно человеку быть объективным. Окружающий мир является четким зеркалом. Если что-то происходит в вашей жизни не так, это вопрос в том, что вы где-то необъективны в отношении самого себя. Где-то вы косячите. Единственный способ что-то изменить вокруг себя изменить в себе. Попытки изменить окружающий мир, чтобы там снаружи что-то вам начало помогать, сразу предупреждаю вас, много чего узнаете о себе. Вас ждет веселое приключение. И построение это очень важная вещь. Потому что нужно быть одновременно мне очень открытым к тому, что люди делают. И одновременно очень закрытым. К тому, что большинству людей, особенно когда я сталкиваюсь с начинающими товарищами, как они себя ведут. Потому что вы даже не замечательные себя ведете. Но стоит вам только открыть рот буквально через 15-30 секунд максимум я понимаю, что если вы вашей ценности, на каком уровне развития вы находитесь, это не страшно. Я сам ниже вас был точно абсолютно. Потому что с таким уровнем, с которым я начал, мы все предстоит. Я до сих пор не могу встретить человека, у которого был бы такой исходный уровень, с которого начинал я. Потому что в моей голове поломалась вся система ценностей полностью. К тому времени у меня было еще заикание. И это вообще дневность родила. Там свои отписи. Я до сих пор знаю людей, которые обладают большим уровнем самооценки и характеристик всех необходимых для того, чтобы достигать своих целей. но у них не хватает этой мотивации. Это утренняя зарядка того, что я должен подпитывать, ради чего я этим занимаюсь. Ничем я занимаюсь, ради чего я занимаюсь. Когда мне говорят, Алексей, что ты занимаешься этой ерунной? Я говорю, ребят, ну, хорошо, чем я занимаюсь? У меня есть ценности. У всех есть ценности, у вас уже есть ценности. У меня есть ценности. Я не буду брать базовые все, я возьму три. Здоровье. Деньги не будут ни про финансовую зависимость. И свободное время. Я называю его свое время. Свободное время. Чем надо заниматься, чтобы иметь пересечение всего этого? Зазовите мне, я этим займусь. Я брошу эту ерунду, я не буду эту ерунду заниматься. Вы только назовите мне, чем нужно заняться. Давайте мне какой-нибудь деятель, чтобы там было здоровье, деньги и мое время. Свободное время. Традиционным бизнесом для меня. Для самого человека важно очень, чтобы я работаю с продуктами для здоровья. Для самого для меня это важно. Для меня важно, чтобы не бизнес имел меня. И не я бизнес. Для меня голубая мечта, чтобы мои лидеры зарабатывали больше меня. Но вот для этого пересечения не даем больше никакая деятельность. поэтому я этим занимаюсь. Назовите мне. Чуть более серьезная, более интересная. Давайте я зайдусь. Потому что я все оцениваю очень просто. К чему оно меня приведет? С кем я буду в окружении? С какими людьми? С какой системой ценности? Потому что очень многие люди, понимаете, как он сказал, у них своя реальность. Они говорят, этот бизнес надо делать вот так. Полное отсутствие понимания наставничества. Вот. Есть наставник, тренер. Тренер мне говорил, Алексей, ну да, он говорил, если вы меня с тренировкой раз 10 не возникновите, я плохой тренер. Почему? Как только я чего-то добиваюсь, он мне рассказывает уже о следующих задачах. А как мы воспринимаем основку следующих задач? Как критику. Представляете, вы там что-то смогли сделать, прибегаете, и говорят, мама или там, папа, я сделал, я сделал, молодец, а теперь это в самом простом виде. Наставник никогда не говорит то, что вам кажется он должен делать. Почему? А потому что это разная система взглядов на данную деятельность. Если бы у вас была система взглядов такая же бы у него, вы бы имели в этой деятельности такие же результаты. говоря о сетевым языком, банальном, разница в результатах, разница в чеках. Вот. Поэтому, есть очень много людей, которые делают очень интересные выпуски. Они переходят, уходят с того, чтобы заниматься потопом людей на обучение своей структуры. уходят с того, чтобы работать под события людей привозить и события бы отбирали им людей. Они хотят, чтобы какое-то событие запустило этого человека. а события отбирали им. Если вы пригласили одного человека, он может уйти после этого события. Двух, они могут уйти. Потому что это не их. И они имели полноправное. Событие не то, что должно. Это то, что должно. Вы не подойдете в следу, и дальше все зарабатывает автоматически. Либо это ваше, либо не ваше. Все замечательно, потому что все сработало. А вам кажется, что событие должно быть, которое, вот вы привели к привилитому человеку, ему по мазкам как проехались, он подорвался и побежал. А зачем вы на него рассчитываете, что он должен подорваться и побежать? Он ничего не должен никому. Он не навал клятву. И дальше идет прикол с построением. Поскольку человек сам никогда не понимал, что с ним делали, какое построение ему в жизни делали, он совершенно не понимает, какое построение нужно делать со своим людьми. Это главная работа лидера уметь замечать и вознаграждать людей. Техника. Это не значит подойти и похвалить Божьего Василия. Эти вещи не работают. Это совершенно другая история. мы сейчас не будем говорить как бы лидерские схемы, что такое построение. Но это не значит, что просто человек взял, сделал 100 баллов, ты можешь герой. Многие могли, но только ты один сделал. это не об этом речь. Это не самый плохой вариант, потому что хуже это равнодушие, незамечание. Еще, правда, хуже этого, когда вы начинаете требовать от людей действий, ожидания устраивать, это вообще липец. Когда вы их позвали, а потом начинаете одни что-то ожидать, это самое местное, что может быть в руководящей деятельности. Поэтому, если вы эти три вещи будете делать, в принципе, не важно, что вы будете еще делать. Все получится. Если вы эти три вещи не будете делать, не будете учиться этим вещам, не важно, что вы еще поймете и будете знать, вы не сможете построить организацию. Почему не в сетевом маркетинге или в коралловом буду? Вообще. В социальном плане вы ничего не построите. Либо создадите и оно развалится. Потому что в жизни добиться чего-то можно легко. Сохранить можно только, если построено никак не в них и на фнаф. Можно манипулировать и добиться любых любых в жизни любого человека. Сохранить не удастся. Можно выскочить в жизни на какой-то уровень, но сохраниться там и более того развиваться дальше это просто только правильных отношений к самому себе. И так что у нас уже все? Да? Потому что подкративаешься? Градий Бог. Еще раз кому-то надо бежать и бегите потому что вы здесь никому ничего не должны. Потому что сейчас у нас вообще будет очень интересно. на самом деле у меня еще очень замечательные вещи я даже не знаю давать вам или не давать? Нет, просто мы сегодня же уезжали дальше вы можете сидеть в сухую горьбу а меня люди ждут уже так вот ребята чем вы не захотели заняться в этой жизни вам обязательно нужны наставники наставники это те люди которые добились того чего хотели добиться вы той жизни которой живут или этой деятельностью это очень важно чтобы это поняли как вам рассказать в свое время в училище вы разбирали так называемые тактики психологической войны они создавались и в и в главном основном инструментом психологической войны очень простой если вы посмотрите на историю человечества единственное что сохранялось в истории человечества этика мораль менялась за поколение века тысячелетия не менялось одно принцип рода и единственный способ разрушить это посчитать что дети тоже люди еще раз мысли я сейчас военные вещи расскажу если посчитать что ребенок тоже человек все пипец у этого рода нет будущего но когда вы поймете почему эти ценности что дети тоже люди а как мы жили тысячи лет не считали что дети тоже люди как странно вы опять же теряете объективность смотрите народности так называемые отсталые не гуманистические продолжают размножаться а так называемые развитые народности продвинутые вымирают то есть даже на простые функции не способны экономический вопрос что детей мало рожают а что надо все богатые были что рожали 20 детей что это вдруг такое случилось с системой ценностей это определенная степень воздействия на вас как уничтожить другое государство род не воюет потому что это очень затратная часть воевателей не поверите гуманистические принципы вы сами себе представляете государство в ответе за вашу не вы оно должно вы лично вы честно отработали это это оружие пенсия это оружие не поверите правозащитная организация это оружие меня очень часто когда я начинаю то есть я тоже говорю это вот маленькая толика потому что если начать с вами ответ вы меня тоже обзовете фашист раньше меня взяли гитлер я был помоложе сейчас меня говорят просто фашист вот я говорю понимаете в чем дело нет инвалидов нельзя помогать инвалидам нельзя помогать бедным не вид как я говорю ну понимаете в чем дело у каждого из нас чего-то нет какая разница от руки или чего-то другого нет мы все импали ну кто кому дал право кого-то считать в чем-то не способны есть люди у которых нет много они сделали жизни гораздо больше чем сделать у которых есть но когда мы какому-то помогаем ты сам не способен когда он берет от вас да я сам не способен сейчас я вам хочу одну вещь я ее ну не знаю дать вам не дать вам ее есть вещи которым я говорю утром и вечером я заряжаюсь где-то по 30-40 минут это чтение это определенная музыка не поверите мне какая-то медитативная музыка это забавно это марш они для этого были созданы если вам интересно марш эволюцион для того чтобы поднимать тонн понятно о чем это речь даже был для этого создан пальцы когда спрашивали кто написал полонайз 11 кто-то не знает а возьми дэнсон тоже не знает так вот весь вопрос в том что музыка чтение определенные картины которые мы в голове строим фильмы многие вещи я собираю собираю почему в течение дня очень много вещей которые меня выбивают меня выбивает очень много потому что я так хочу я так хочу ничего не получается пошла в роль жертвы вот я понимаю что не вопрос как ему ответить и вопрос что я ему отвечу что бы я ему не ответил я ничего не смогу с ним сделать я не тот человек который делает лидер лидерами я могу участвовать в этом некотором но я не должен сходить с ума по тому кто кого вырастет вот если дети считают себя равными родителями они перестают покупать опыт родителей они слушают они любят но не покупают и в этом случае они обречены на повторение обычных ошибок нет происходит передача опыта и когда я вижу людей которые как это называется не понимают роли наставника я всегда мечтал иметь хорошего наставника а есть люди которые почему-то не хотят иметь наставника даже когда он не есть хороший я понимаю откуда эта система ценностей вот но это отдельная история это в любой сфере деятельности когда мы там растем развиваемся развиваемся сами так вот есть вещи которые я собирал они иногда очень жесткие вещи я не всем могу там взять пригодом что система переделки ценности бывает такая что некоторые люди ну как вас сказать ну допустим фильм который я хочу вам показать может быть вы его видели наверняка скорее все видели он известный 20 минут поэтому те кто хотят смыться могут смыться у людей абсолютно неоднозначное отношение к этому фильму я не стал давать или не давать поэтому как это называется пускай я останусь фашистами добитым но но я хочу чтобы вы посмотрели и в конце после этого фильма у меня будет там буквально пять минут свет тогда погасите и включите пожалуйста и пожалуйста пожалуйста что вы не вы не вы не вы Субтитры делал DimaTorzok 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 Выкинем такой еще вот раз, урод. Очень мило, Уилл. Похоже, ты передумал попасть в самое фантастическое шоу. Что ты несешь? Ты ничего не понял? Это был Мендес. Ты только что думал, что у меня хозяина цирка Патерплян. Бабочки, бабочки. Ты меня упил, Уилл. Я проголдался, пойду съем сахарный ватый. Человек, если можно его так назвать, которому даже полк подвернулся виноват. Нековноценное создание. Ммм, так, замечательно. Босс, доброе утро. Доброе утро. Действительно доброе. Да. Потанцуешь со мной? Благодарю. Ты можешь привезти ему чемодан? А то он такой тяжелый. Ты весь такой зимой. А, машина мертвец. Что? Ну-ну-ну. Вы только посмотрите. Это же прекрасно. Пойдем-ка. Тебе нужно согреться, малыш. Я, Сэмми, а как тебя зовут? Я, Уилл. А где твои руки и ноги? Сэмми. Что, мама? Он теперь тоже будет в нашем цирке? Эээ, возможно, милл. Минуточку. Действительно, это шоу для уродов. Что ты имеешь в виду? Они есть в каждом цирке. Люди и дети ходят смотреть на нас. И почему они приходят в Уилл? Но разве вы не делаете это? Нет. Нет ничего хорошего о демонстрации физических урожений. Посмотри в Уилл. Мы тут все счастливы. И ты можешь остаться с нами, если захочешь. Я действительно делаю совсем другое шоу. А теперь величайшее здравие начальнической гимкости. Имею удовольствие вам представить Анну, королева воздуха. И мы тут все счастливы. И мы тут все счастливы. И мы тут все счастливы. Мастер, налетающий тропинцев, старейший артист в воздухе. Кофе! Вау! Смотрите на основные ярмашные площади. Только два дня. Приходите. Сын потерпляет в городе. Только два дня. Здравствуйте. Мой сын хотел приветствовать самого сильного человека. Хорошо. Можешь подойти и удостовериться в силе моих мускулов. Вау! Вы тоже участвуете в шоу, мистер? Нет. Не совсем. Вау! Пожалуй, мы пойдем. Благодарю вас. Удачи! Вау! 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 Дамы и господа, девочки и мальчики, у нас с вами, как и этому миру, необходимо маленькое чудо. Посмотри, мама, билеты. Такие, как я понимаю, так и из движения вполне невероятной энергии, такие цветущие и грациозные, они выразительные. Ну а ты, проклятый с рождения, человек, если его можно так назвать, которому даже Бог подвернулся спиной. Прекрати, почему ты это не говоришь? Потому что ты сам уже поверил в это. Но если ты сумеешь разглядеть проблески подлинной красоты, я обещаю тебе, ты скоро преобразишься. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Удачи там, снега, уже теперь это твоя проблема. Такая-то не нужна, а здесь пропаливай отсюда пугалка. Вот тебе на дорогу. Но они не похожи на меня. Да, а значит, у тебя есть преимущества. Ведь чем сложнее боли, тем значительнее победа. Я не могу найти мою гусеницу. Где она? Она превратилась в кокон. Видишь, это хорошо. Скоро она станет столь прекрасной, что ты просто её не узнаешь. Вау. Эй! Эй, Джордж! Поппи! Помогите мне перейти. Кто-нибудь поможет мне? Эй! 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 Джордж! Помоги мне! Эй! Ты проходишь мимо? Да что с тобой? Ты бросишь меня здесь? Я думаю, ты и сам справишься. Что? Ты думаешь, я волшебник? Умею летать? Ха! Эй! Джордж! Поппи! Как водичка. Самое время купаться. Ага! Как водичка. Ум. И двери. Сама-и. Ум. Ум. Эй. Ум. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Продолжение следует... Давайте послушаем, что там говорят. Спасибо. Спасибо. Вау, как вы это делаете, мистер? Неужели бы не боялись? Ведь там было так высоко. Дорогой, ты тоже это сможешь. Вы не пострадали при ударе о воду? Мистер не пострадали. Ваши мистер не пострадали. Фильм озвучен группой Jesus Torrent для сайта govtv.ru Действительно родился без рук и без ног. Сделал себе абсолютно замечательную жизнь. Вы, кстати, очень состоятельный человек, неплохо зарабатываете. Но, собственно говоря, это в качестве того, есть ли у вас какие-то оправдания, жить той жизнью, которой вы хотите или не жить, в любом случае вы с этим разберетесь, это же ваша жизнь. И примите свое решение, и поступите так, как вы считаете нужным. Я хочу сказать для того, что я должен рассказать, ну а там дальше то, что будет. Что бы делал я, собственно говоря, что я и делал, когда оказывался, в первом начале первого старшем месте. Я был на событии, я бы сказал, это старцевая школа, и нам рассказали о другом событии. Оно было чуть-чуть другое, гораздо попроще, но то, что будет вот здесь, это 24-е, 23-е. Просто в разных группах это разное. Вот. 23-е. Марта. 3-й. Вот. Дело в том, что это будет тоже клуб 100. Это будет совершенно уникальный клуб 100, абсолютно отличающийся от того, что здесь было сейчас с нами. Вот. Десятое число. И здесь, собственно говоря, у вас есть лидеры, которые здесь для вас работали. Ну, я постарался поделиться каким-то опытом для вас. Вот здесь то, что будет происходить, это совершенно уникальная вещь. Дело в том, что в это время лидеры, все лидеры коронавого пути соберутся президент страны. Господи, страна. Вот. Мы тут исправили президенты страны. А президент гораздо золотой клуба клиентам всего забирает лидеров совершенно по другому поводу. Вот. В Египте это он обычно делает. Туда попадают золотые директора. Но, в принципе, для меня важно, что там соберутся все-все лидеры гораздо более высоких уровней иранных. И они окажутся в одном месте в одном репе. И многих из них мы уже подговорили на том, чтобы они могли с вами поделиться своим опытом. То есть я их сам буду мучить и тестировать. В том, чтобы каждый из них сказал вам не просто, типа, ребята, там у нас все классно, там в море шуми, роллы накатываются, ну вот и откатываются, а в том, чтобы каждый из них дал по одной самой-самой важной вещи, которую он считает самой-самой важной для успевания в бизнесе. Вот. И та, которая с высоты уже его опытом, самая необходимая для тех людей, которые только начинают, только попадают на клуб стоп. И этих лидеров будет очень-очень много. Вот. Из разных совершенно регионов. Вот. Прикоснуться к тому количеству и к тому опыту будет только у тех людей, которые будут, соответственно, 23 марта на клубе стоп и услышать все эти вещи. Я бы не рекомендовал вам, ну, просто тупо, вот, попасть сюда на клуб стоп. Это не совсем грамотная вещь. Это когда я обычно спрашиваю генетическая прогрессия. Вот. Например, вы знаете, они когда-то знают, я понимаю, они начинают осторожить, или что-то имеешь в виду. Вот. Допустим, здесь я один. А сюда, допустим, я говорю, я ставлю цель привести, например, чтобы со мной было вместе, там, не важно, может быть, два, может быть, десять человек. Я могу поставить для себя любую цель. Главное, чтобы я был готов за нее, как вы помните, сражаться. Практически должен быть готов умереть, то есть я не должен допустить, это правда, на самом деле, если вы не готовы так сражаться, то лучше не мечтайте и не планируйте. То есть лучше не планировать, если вы не собираетесь умелеть ради этого. То есть как только вы чего-то хотите и не делаете, вы просаживаетесь. вы теряете энергию. Вы теряете энергию. Так вот, это обычное восприятие обычных людей. Я хочу, чтобы здесь оказались со мной люди. Почему? Две вещи. Первое, они на этом отберутся. То есть если я подведу два своих людей, они им услышат, и либо они скажут вау, либо они скажут ах, и идут. И то и другое замечательно. Почему? Главная проблема заключается в том, что вы тратите время внутри себя, держа в голове людей, которым это не надо. Вы настолько огромное количество энергии тратите на тех людей, которым это не надо, что просто тому же собой. Не замечая при этом тех, которым это надо. Поэтому для меня, если с вами будет здесь, например, один человек, вполне возможно, что это будет не его. И вы не воспользуетесь, сейчас скажу так, в свое время в спорте тренер отправлял нас в интернат в школу любительства и зерва. Он нам сказал, говорит, помните, когда вы только начинали, я пойду на соревнованиях у нас был как раз чемпионат в стране. У нас происходят в городе. Я не жил в Москве. И он говорит, помните, я вам показывал. Мне важно было посмотреть на вас, как вы смотрите на чемпионов, на сборную страну. И ни у кого из вас глаза блестели, теми я и занимался. Поэтому вы сейчас как раз те самые ребята, которые уезжают на интернат. Все остальные, которые глаза не блестели, просто входит в спортивную школу. Так вот, очень важно воспользоваться этим как метамином надбором. Если со мной будет один человек, вполне возможно это не его. Два, может быть один, да, для второго это нет. Если со мной будет десять человек, то сто процентов подают в нормальный уровень. Но десять сделать сложно, если я только начинаю, у меня мало опыта. Поэтому, если бы мы разговаривали, ну как, ну как бы, с кем здесь, каких же, как и я, потому что я тоже в свое время общался с такими же, как и я. Вот. Начинающим. Вот. И если бы мне кто-то сказал, Аксей, у меня будет десять человек, а у меня будет двадцать. Он говорит, а что у тебя будет двадцать? Ну, потому что я все-таки физбат закончил, я знаю, что такое деметрический прогресс. И не просто знаю, я понимаю, что это деметрический прогресс. Кроме того, я понимаю, некоторые интересные вещи. Наблюдаю за жизнью, и заметил одну интересную вещь. Вот если здесь ставить событие, и продать его, это событие, так же, как вот этому, а это потом еще круче, то я, наверное, могу собрать десять человек. Деметрическая прогрессия. Два, четыре, восемь, да? Четыре, восемь, шестнадцать. Последовательная цифра понятна. Разница между ними. Два, четыре. Четыре. И шаг больше. Шаг другой. Я внутри любого срока на закон времени могу вставить, ну, на закон, называется, прессование времени. Каждый из вас на день запланировал много дел, все успеваешь. Два дела запланировал за золото, не успеваешь. Есть определенные законы времени, которые гласят, что вы можете сделать любую работу за любое количество времени. Вы можете потратить на нее год, вы можете потратить на эту же работу, потратить месяц, неделю. В большинстве в это не верят, но это правда. И, весь вопрос в том, что мы понимаем под единицей времени. Год, месяц, неделю, три дня, один день. Что для нас это? В данном случае, это неделя. Вот здесь бизнес-бизнес-бизнес. Бизнес-бизнес не требует никаких отборочных вещей. Сюда будут попадать люди, которые вообще, ну, даже и в дисконт они находят. Мне говорят, что там подобных вы не брали. То есть, я сюда буду стремиться даже не 10 человек пригласить, а 40, 50. Я для себя поставлю цифру, которую я 100% купил. Может быть, это будет один человек. Может быть, это будет 10 человек. Но я поставлю цифру, за которую я буду выливать. Почему? А потому что это те вещи, которые позволяют мне работать умнее, а не больше. Если я начинающий, пускай всю работу, потому что будем объяснить возможности, делают профессионалы. Зачем я это буду делать? Я их приглашу, это сделают профессиональные ребята. Так вот, здесь можно дать людям возможность услышать то, что сейчас услышали вы. Про 23 марта. Там будет достаточно много лидеров. У каждого своя история. Но не поверите, никто из них не был в прошлом богатым человеком из богатой семьи. Это люди, которые сами себя сделают. И они будут делиться опытом. У вас, у многих не будет возможности там оказаться. Но у вас будет возможность услышать от них самое-самое-самое главное. Но это будет только для тех, кто будет на художественном. Если вы дадите возможность своим знакомым услышать об этом, решать они туда идти для их. откажутся, замечательно, они отобрались. Они себя проявили. Поэтому я всегда это буду делать в запасах. Это то, что я делаю. Это то, что я бы делал, собственно говоря. Что вы будете делать? Ну, я говорю, 90% уйдут в свою речку, течение и понесем. Вот. 5% что-то попробуют сделать. Единицы будут это делать просто потому, что захотели что-то в жизни поменять. У них причины без следа. В любом случае, это то, что происходило всегда. То, что позволило расти мне. То, что позволило расти моим всем знакомым и моим друзьям и близким. Приходит совершенно простая вещь. Я сам не сильно умею, я привожу туда, где мне помогают люди, у которых большого. Мне не надо с вами ничего делать. Не надо ничего уметь. Ни зачем всё понимать. Я привел людей, они скажут либо это их, либо это них. Всё. Если это будет один, это неэффективно использовать. Поэтому надо делать большие цифры. Потому что из тех, кто скажет это их, нужно будет ещё меньшее количество людей что-то сделать, чтобы попасть в 23-е число. Понятно, о чём это речь? И если бы с самого начала не получались большие цифры, то потом и получались. Вы не поверите, есть выдающиеся вещи. Те, кто в бизнесе, они говорят, это тяжело сделать, это невозможно сделать. Ну, я могу вам сказать, за месяц, за месяц, двенадцать человек собрали зал в три тысячи человек. Слишком. Даже больше. Вообще по четыре тысячи человек. Ну, сам на три рассчитан, просто там невозможно было почитать, потому что я там стоял, сидел, в проходах и так далее. Вот. Почему? Потому что у нас была идея. У нас было видение. Что это то, что люди должны услышать, если их интересуют, их интересует предпринимательской деятельности, они не против этого. было. То есть, мы не знали этого дорогу, мы загоняли бачки. Им это было интересно услышать, один случай. Масса народу поменялась на режим. Кардинальный ноготь. Я лишь один из этих людей, который в этом участвовал, и сам офигел от того, что будет способна делать. Нет никаких границ человеческих возможностей. Есть только причины. И каждый сам с этим разберется. Потому что любое решение, которое вы примите, оно будет правильное, потому что оно ваше. Вот. Я думаю, что вам еще... Наталья, дашь пару слов? Вот. А я вас благодарю за то, что вы были замечательными. Публике не забросали меня ничем. И дай вам вопрос, что вы сами услышали. Я думаю, что даже то молчание, и то как все это, это улыбка, сколько занимаются, это не так того, что люди, ну, не ожидали это здесь. И у нас есть коронок из-за сюрприз, который, в принципе, можно делать уже, потому что уже сейчас это делать. АПЛОДИСМЕНТЫ Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!